От слов до дела меньше недели. Казалось бы, главное послание было озвучено еще в минувшую среду. Именно тогда Владимир Путин обратился к населению и назвал меры по борьбе с коронавирусом. Но чтобы назвал, стало означать «действуют» нужны законы. И здесь многое зависит от расторопности местных властей. Сегодня, в том числе и на заседании Думы, был принят один из законов о том, что на полгода, до 1 октября, продлинуло решение о том, что не надо представлять и собирать постоянно документы, подтверждающие право на ту или иную льготу. Что, естественно, позволит людям более спокойно себя чувствовать в этих условиях. А это значит, что теперь на защите прав граждан не только президент, но и закон. Кривотолков быть не может. Тем временем губернатор Ярославской области уже подготовил другой пакет документов. Он касается бизнеса. Согласно ему, предприниматели получают отсрочку или рассрочку налога на имущество, транспортного налога и пений. Даже штрафы оплатить можно не сразу. Платежи могут быть отсрочены до 1 июля. Если это окажется сложным, можно погасить их равными долями до конца года. Мы понимаем, что если сегодня не бросить малым и средним предприятиям спасательный круг, завтра будем спасать весь корабль. В первую очередь это касается досуговой отрасли. Поддержат турфирмы, театры, музеи, фитнес-центры, гостиницы, кафе, рестораны и других. Важно, чтобы предприятие получало 70% прибыли от указанных видов деятельности. Только тогда она может рассчитывать на льготы. Павел Волков, День в событиях.